Ну понимаете, для того, чтобы проводить референдум или становиться членом НАТО, надо провести очень глубинную реформу, и не только в армии. Там настолько сложные стандарты, Грузия уже 15 лет идет по этому пути. Грузия, кстати, прошел референдум 7 лет назад, и 85% населения поддержало вступление страны в НАТО. Это такая, ну вот, декларативная вещь, которая необходима во время этого процесса. Но Грузия все равно сейчас, несмотря на то, что армия полностью совместима с НАТО, политическая система является удовлетворяющей. И так далее, все равно Грузии надо еще определенное время, и довольно немаленько. Скажу больше, вступить в НАТО гораздо сложнее, чем вступить в ЕС. Там больше требований, больше стандартов. Для начала надо хотя бы... А почему сначала все страны постсоветские вступили в НАТО, а потом только в ЕС? Потому что это было политическое решение, принятое со стороны руководства Североатлантического альянса. Но большинство, они и туда, и сюда. Вы сами сами запрещите. Это ускорило их вступление в ЕС после вступления. Уже были закрыты глаза на какие-то экономические трудности. Это вот такие стандарты. Есть еще один очень важный момент, который надо учесть. Что помимо всего, когда все это будет сделано, для начала, прежде чем здесь обсуждать, лучше бы политические лидеры, которые здесь есть, пошли бы и пытались бы начать программы по обучению украинских военных, которые должны стать позвоночником этой армии. И так далее. Чем обсуждать, нужен референдум сейчас или не нужен, это вы должны делать в кабинете. Мы не обсуждаем, мы все сказали, что нужно. Это надо обсуждать. Но самое важное, еще раз говорю, вы теряете время, теряете ритм. Теряя время, это приведет к проблемам.